Есть концепция долгосрочного развития клиента до 2020 года. Все отраслевые и региональные стратегии, они где-то до 30-го. Энергетическая стратегия до 30-го, сейчас мы ее переделали до 35-го и доделаем до 50-го. Очень тяжело работать, потому что, конечно, хотелось бы иметь какой-то официальный документ о том, как мы хотим вылечить в 2020 году. И в ряде случаев приходится нам додумать, как примерно мы думаем, хотела бы видеть страна себя в 35-м и 40-м году, чтобы написать энергетическую стратегию к этому делу. Поэтому это вечная проблема. Мы хотим экспортировать сырье, если мы хотим не только экспортировать сырье, то, что мы хотим с ним делать. Поворот от нефти, химии, газа, химии, все эти вещи, это требует работы. Энергетическая стратегия обсуждалась весной, в принципе, она сдана правительству, мы формально стоим на зиму. Мы думаем, что это хороший будет пункт, обсуждать общие проблемы страны. Цена не проблема прогноза. Главным образом я попытаюсь пройти по остальным проблемам, которые сегодня будут. Ну, прежде всего, два слова о мировой экономике. Мир прошел через выдающийся экономический подъем в 2001-2008 годах. Это были, наверное, самые высокие темпы роста всего мира в истории. Потому что были большие были, там, 20-х годов, 20-х годов, 60-х годов. Но это были в группе стран, это были пограничные группы стран. Впервые весь мир рос очень быстро. Средний рост, например, за 7 лет по проценту 4. И он вызвал колоссальный рост ценных средств. В том числе на энергетику, потому что, я напомню, в стратегии 2003 года энергетически, это удобная такая отметка, вписалась людьми, у которых было на руках 20 долларов за баррель. И наш бюджет, в начале 2000-х годов, 10 лет назад, балансировал федеральный балансирус, и принесли 2-3 доллара за баррель. Теперь мы его сторонам балансируем где-то в проект 90-х годов. Конечно, все немедленно, так сказать, деньги подсели. Ну, это сделали все нефигные страны. Кризис 2008-2009 годов был неожиданным для всех. Напомню просто, что в 2004 году дали номерскую премию за теорию Real Business Cycle, реального делового цикла, который как бы похоронил большие кризисы. Но как бы их быть не может, в этот момент через 4 года происходит кризис. Причем приходил на финансовую сферу, и это один из самых главных кризисов в истории. После Второй мировой войны, это первое падение в Украине. Вот как был подробный падение, так первое падение в Украине.